Слышишь, счётчик как трещит? За плотиной чёрти сколько тонн отравленного ила. И очень скоро этой долине крышка. Плотина еле держится. Глянь в свой бинокль, если мне не веришь. Нельзя нам здесь оставаться. Никому нельзя. Ладно, канатку видишь? Детишки эти построили, пока дрянь эта не так просачивалась. Нам туда. Старик говорит, Аврора скоро будет на дамбе. Так что берём ноги в руки. Я чё так гоню? Кажется, на Авроре не всё в порядке. Похоже, у Ани дела плохи. И скоро мы узнаем, насколько. Двигаем, Артём. Ух, грязюки сколько! Эх, чувак, ты бы знал, какую я тут Фемину встретил. Просто отвал башки. Олей зовут. Её тут уважают все. Ну, ещё бы, вожатая. И сама с пониманием. Поэтому мне, чтобы не шатуром пришли. Она-то меня из их лагеря и выпустила. Любовь с первого взгляда. Я же говорил про свой животный магнетизм, а вы ржали все. И кто был прав? Ха-ха-ха-ха. Двигаем, Артём. Она меня так подействовала, что ещё и проводила. И вот знаешь, ты не раз. Двигаем, Тёма. Погода портится, похоже. Так теперь одна мысль в голове и вертится всё время. Хоть бы она уговорила этих ребят уйти. Песня мусора. Песня. Песня мусора. Чё-то мне стрёмно, Тёмочек. Такую зверюгу видел. Вроде медведь, но размером с дом. Слышишь? Похоже, почуял нас. Мост, конечно, не активен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты там жив? Да что ж такое-то? Вот чёрт! Повучай-ка! Тёмыч, выбирайте! Аааа! Гууп! Гааа! Аа! Продолжение следует... 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 Правда? Артем, прекращай себя мучить. Мне просто больно на тебя смотреть. На вас с папой. Не виноваты ни твоя мечта, ни его вера в оккупантов. Это просто судьба. Дурацкая тряпка на ветру. Бетон гнилой. Склад этот идиотский. Артем, иди. Я ей наркоз дам. Пусть пасхит немного. Идем, братка. Там разговор есть. Эй, золотые руки. Ты тебе тоже подтягивайся. Степа, ты это, в рубку давай. Да, сейчас иду. Ну, скажи, что случилось, Настена? Кто тебя обидел? Никто. Отчего же ты плачешь? Я боюсь. Боишься? Что случилось? Кхе-кхе-кхе. Вот, кашля меня. Друг как у тети Ани. Да что ты, Настенька. Ты ведь газом не дышала. Это просто простуда. Это мы мигом вылечим. А тетю Аню? И ее вылечим. Лекарство найдем. И она сразу пойдет на поправку. Правда? Честное слово. Так что не волнуйся. Хорошо. Не буду. Спартанцы слово всегда держат. Мне мама рассказала. Так и есть, Настя. Так и есть. Артем, не волнуйся. Все будет окей. Аня сильная. Оля, это Алеша. Как и обещал, выхожу на связь. Надеюсь, ты слушаешь. Мы осмотрели плотину и водохранилище. Вам нужно уходить как можно скорее. Как минимум, пока не начались дожди. Плотина еле держится. И если ее прорвет, всю долину смоет. А что останется, превратится в мертвые земли. Так что уходите завтра же. А лучше вчера. Договорись с остальными девчонками. И поставьте вопрос на совете. Тогда даже пираты никуда не денутся. Только оставь мне весточку, чтобы знал, на какой край света за тобой отправляться, когда вернусь. Засим вынужден откланяться. Как минимум, до завтра. Оре-вор. Хоть бы услышала. Все-таки в церковь идти. Хотя... Это же Олька. Ее сам черт не остановит. Не то, что табу дурацкое. Олька. Ольга. Как она? Давай... У нас новости. Нехорошие, похоже. А других у нас уже давно не бывает. Давай. Ну, садись, братка. Одной больше. Непростой разговор будет, похоже. Этот снимок Новосибирска мы сначала посчитали испорченным. Так, а что с ним? По описанию, зоны сильного заражения показаны зеленым, а некорректные данные – малиновым. Но только сегодня я заметил одну сноску. В общем, к некорректным данным относятся и выходящие запредельные для измерительной аппаратуры значения. Простыми словами, зашкаливает там. До Новосибирска еще 500 километров. Радиация за бортом уже почти как в Москве. Снимка уже 20 лет. Уровень радиации, конечно, снизился, но... В общем, Новосибирск, похоже, смертельно. Что теперь делать? Я скажу, что делать. Мы с Артемом пойдем. Это не по-оборотски. Мы все пойдем. Товарищ, так неправильно. Она моя дочь. Его жена. Я своей паранойей по поводу оккупантов загнал ее в тот чертов подвал. Артем своей мечтой вытащил нас из Москвы. Так что мы оба виноваты. Тем не менее, мы Орден. Мы один экипаж и должны действовать вместе. Обсуждать тут нечего. Это не задание Ордена. Это наше с Артемом личное дело. Добровольцы не нужны. Второе. Мы не знаем, где точно находятся лекарства. В центре города или в одной из лабораторий Академгородка. Так что жизнь Ани и в ваших руках тоже. Ну и третье. Куда бы мы ни двинули на носу зима, и застрять на Авроре в снегах нам что? Никак нельзя, это точно. Помните, что Ермак рассказывал? Напомни им, Андрей. На хайне города большой музей железнодорожного транспорта. Там наверняка найдется снегоочиститель для Авроры. Итого. Обыскать лабораторию в Академгородке и подготовить Аврору к зиме. Вот ваши задачи. Экипаж, приступить к подготовке. Также с этого момента постоянно следим за радиационным фоном за бортом. Сэм, ты первый. Яс, сэм. А что там радиация смертельная, так это вообще-то хорошая новость. Вы имеете в виду, что некому было аптеки и больницы грабить? Точно. В отличие от городков, что мы обыскали. Товарищ полковник, я по костюмам. Да. Что там с ними? Комплектных получилось собрать. Только два. Видишь? Как раз на нас с Артемом. Против судьбы и не попрешь. Помогут? Ну как? Понятно, от пыли защитят. Но там и прямое излучение такое, что... Ясно. Усилить защиту сможешь? Конечно. Листовой свинец у Ермака в запасах есть. Только в костюмах и так не особо удобно. Ничего мы там танцевать не собираемся. Сколько времени нам это даст? Может, пару часов. Все равно мало. Лучше, чем ничего. Не волнуйся. Прорремся. Я еще в машине кабину свинцом подобью. Постарайтесь выходить как можно меньше. Спасибо. Приступай. Есть, товарищ полковник. Сердце у меня не на месте. Такой риск. Сколько в Гальзейских путевых бригадах народа от облучения погибло. А в Москве ведь, похоже, и близко. Такой радиации не было. Э, их эти риски, а мне по что не проймешь, сам знаешь. Лучше про музей ты расскажи, откуда знаешь про него. Ах, я же пока в метро работал и интересовался. У нас под Москвой экспериментальный полигон есть. Железнодорожный. Техники там скопилось уйма. Вот музей организовать и решили. А место нашли в Новосибирске. Ого! И тебе не ближний свет. Да, не ближний. Но перегнали все потихоньку. С остальных полигонов тоже собрали, что поинтересней. И лет за пятнадцать до войны открыли музей. Ясно. А снегочиститель это там точно есть? Точно. Его как раз от нас перегоняли. Знаменитый образец. Тебе понравится. Ха-ха-ха. Ха-ха. Это наверняка. Ну, пойду я. Может, ТТшнику пособить надо? Да, может быть. Я все же думаю, надо нам будет и центр связи найти. Как? Где? На снимке засвечен целый квадрат. Причем смотри где. В Экадем городке, конечно, грязно. Но если быстро обернемся, то ничего страшного. А вот там... Видишь? Конечно, не центр города, но все равно. Там искать только место под могилу. Ну, там посмотрим. И смотреть нечего. Думаешь, полковник просто так нам задачу на центр связи не ставил? Думаю, непросто. Я понимаю, чего ты. Не дурнее паровоза. Тогда о чем мы сейчас вообще? Полковник сказал, что обсуждать нечего. Они с Артемом все уже решили, и мы должны уважать их решение. И верить, что все получится. Мы ведь кто? Спарта. Именно. Вот и давай планировать маршрут к лаборатории. Хорошо. Смотри. Думаю, если пойдем здесь, главное пятно не зацепим. Артем. Я тебе сказать хотел. Знаешь, я ведь 20 лет с вами. Мы ведь вместе когда-то чуть всю планету не сожгли. И, наверное, как враги должны бы друг к другу относиться. Так вот, меня когда полковник от толпы отбил, когда меня женщины и дети стали бить, страшно было. Руки тогда сами опустились. Я ведь не зверь. Руки тогда нестет. Руки видишь. Прямо. Руки. Руки. КОНЕЦ КОНЕЦ Слава Богу, нашла я мою запись. Средство называется Ринерган-Ф, и ее оно просто поразило. А мама ведь настоящим врачом была, не то что я. Катя, поверь, твоя мама тобой бы гордилась. Спасибо, Алеша. Я так надеялась, что справлюсь. Но у Ани, похоже, очень неудачно все совпало. Газ этот на мосту за год и сильно выдохся. Но его хватило, чтобы запустить разрушительный процесс. Конечно, моя надежда на воздух и долину, это было наивно. Мы ведь и с долиной, в конце концов, тоже. Да, воздух, вода и лес. Все это там есть, конечно. Но, увы, ненадолго. Жалко. Народ там неплохой. Думаю, мы с ними нашли бы общий язык. С плотиной так все плохо? Да. Хотя даже если плотина еще долго простоит, почти треть долины уже загажена радиацией. На дне водохранилища за годы собралась вся дрянь, выпавшая выше по течению, и просачивается потихоньку с водой. Ну, а если плотина не выдержит, хоть бы послушалась моего совета. Послушались. Любишь ее? Да. Если это судьба, ты ее снова встретишь. Обязательно. Так, пойду я, Аню проведу. Конечно. Передавай привет. Нет. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok